Восемьдесят третье заседание законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва началось не с традиционного утверждения и обсуждения повестки дня. В преддверии дня защитника отечества председатель ЗСО Анатолий Бакаев от имени депутатов поздравил приглашенных военнослужащих частей, которые расположены в регионе. Наградили в этот день неименинников. С юбилеем народные избранники поздравили почетного гражданина Ульяновской области Анатолия Самойлова. Поздравлением присоединился губернатор Сергей Морозов, который также присутствовал на заседании. По-другому давайте там кому как нравится. Это герой Ульяновской области. Поэтому, конечно, надеюсь, что вам еще очень много предстоит добрых совершений сделать на благо нашего региона. Спасибо. 29 депутатов проголосовали за внесение поправок к закону об областном бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. В связи с неиспользованием остатка средств Дорожного фонда, это свыше 211 миллионов рублей, увеличилась расходная статья главного финансового документа региона. Теперь она составляет 50 миллиардов 186 миллионов рублей. Доходная часть при этом осталась прежней. Депутаты также внесли коррективы в меры обеспечения монопрофильных населенных пунктов области. Касается изменения статуса органа при губернаторе Ульяновской области по вопросам обеспечения устойчивого развития монопрофильных населенных пунктов с коррективационного на консультативно-совещательный в соответствии с теми задачами, которые определены данным органом. Изменения внесены в областной закон о налоге на имущество организации. К 2020 году ставка на налог увеличится до 2%. Ульяновская область одна из немногих оттягивала повышение этого показателя. Также депутаты постановили исключить из системы налогообложения объекты недвижимости питания и бытового обслуживания площадью менее 150 квадратных метров. Мы отдаем себе отчет в наших действиях и финансово-экономического и социального характера. Мы работаем в условиях единого правового поля и Российской Федерации. Уже все субъекты Российской Федерации подняли ставку налога до 2. Нововведение уменьшит количество споров и обеспечит поддержку малого и среднего бизнеса. Ринат Алиулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.